Альтернативные подходы в лечении мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря Представлюсь, Петросян Айксаркисович, о каких же альтернативах мне говорить в докладе, если мы живем в эпоху клинических рекомендаций? Это достаточно сложно. По этому поводу я обратился к своим пациентам. И когда мы после установки диагноза говорим, что нужно оперировать, часто порядка 30-40 пациентов говорят, не хочу, боюсь. А как вы видите свое лечение? И треть пациентов говорят, а как вы относитесь к альтернативным методам лечения? Что вы мне порекомендуете? Я своим пациентам всегда объясняю, что существуют методы лечения разные. Это восточная медицина китайская, где я большой специалист. Потом народная медицина, и у каждого народа она своя и зависит от ареала обитания. И европейская медицина, которой мы все придерживаемся. Но вы не думайте же, правда, что я буду сейчас говорить про китайскую медицину. Это оставим на вечер. Мы будем разговаривать о бобровой струе, о чаге, о грибах и второй факции АСД. Ну или о какой-нибудь рекламодатель, кто захочет с нами сотрудничать. Ну, это оставим то так же на вечер. А сейчас поговорим о науке как таковой. В Тюменской области хочу вам сказать, что практически бобров не осталось. Все ради их струи. Какие же рекомендации европейского общества урологов на сегодняшний день существуют? То есть рекомендации 2023 года пациентам с опухолем низкого риска и пациентам с небольшими папиллярными рецидивами предположительно низкой степени злокачественности после предыдущей тур предлагали немедленную химиотерапию внутрипузырную. Новые же рекомендации того же 2023 года нам говорят, что пациенты с небольшими рецидивирующими опухолей Т1 низкой степени злокачественности можно эффективно и безопасно предложить off-and-based full ration. Это по типу активного динамического наблюдения. И данный подход, конечно, вызывает у меня удивление, что проще удалить небольшую опухоль мочевого пузыря, но, как говорят наши клинические рекомендации, что небольшие даже опухоли низкого степени злокачественности можно наблюдать. Следующие клинические рекомендации со времен 2023 года предлагают непрерывное орошение мочевого пузыря физиологическим раствором или водой пациентам, которые не могут получать однократную интелляцию химиотерапии после трансуратуральной резекции. То есть мы же понимаем, что трансуратуральная резекция по поводу рака мочевого пузыря не всегда выполняется в онкологических центрах, и не у всех центров, которые занимаются такой хирургией, есть лицензия для проведения химиотерапии. И вот это данное клиническое исследование продемонстрировало, что у пациентов, которые получают внутрипузырную химиотерапию, результаты вероятности развития рецидива такая же, как у пациентов, которых после трансуратуральной резекции проводили постоянную инстилляцию мочевого пузыря обычным физиологическим раствором. Дальше клинические рекомендации, самые современные, это предлагают активное наблюдение только избранным пациентам с предполагаемым опухолем низкого риска, не поддающейся эндоскопической аблации. То есть это исследование БИАС проспектминного итальянского коллектива авторов, которые предлагают с опухолем низкого риска просто наблюдать. Если в отношении рака предстательной железы мы к выражению активного динамического наблюдения мы привыкли, и для нас это уже обыденность, но не для всех пациентов, то для рака мочевого пузыря это такой ноу-хау, на который мы сложно сразу согласиться. Кроме того, есть рекомендации, которые у пациентов с опухолем промежуточного риска лечения полной дозой BCG-терапии в течение одного года или рекомендуется внутрипузырная инстилляция химиотерапии, оптимальная схема до сих пор неизвестна, в течение максимума одного года. И окончательный выбор, авторы приходят к выводу, что должен отражать риск развития рецидива и прогрессирования конкретного пациента. То есть на сегодняшний день нет консенсуса проводить внутрипузырную химиотерапию или курсы BCG-терапии у пациентов со средней группой риска развития рецидива. Следующая рекомендация, это приводит к тому, что у пациентов с крайне высоким риском должна быть выполнена немедленная радикальная цистоктомия, о которой говорил предыдущий докладчик. И пациентам с опухолем крайне высокого риска также немедленная радикальная цистоктомия. С этим, конечно, невозможно не согласиться, потому что я думаю, что у нас у всех есть опыт, где после трансуреторальной резекции у пациентов с крайне высоким риском достаточно быстро развивается рецидив, в том числе и в уретре, и в промежной, и в простатической части уретры. И этим пациентам уже должны были выполнять радикальную цистоктомию и уретроэктомию, которая является крайне, так скажем, агрессивной хирургией по поводу рака мочевого пузыря немышечно-инвазивной формой. Какие же современные подходы к лечению существуют на сегодняшний день? Это такая подходка к гипертермической, внутрипузырной химиотерапии. Гипертермия в одно время была у нас, потом мы ее лет 15 не наблюдаем, сейчас гипертермия, вновь они говорят, эффект гипертермии вызывается микроволновым излучением, уровень доказательности 1b, кондуктивная химиотерапия, эти данные проходят исследования, и электромотивное введение лекарств, но для электромотивного введения лекарств требуется дополнительное оборудование, это по типу нашего инфузомата, который мы видим в реанимациях, это постоянное регулярное введение препаратов внутрь мочевого пузыря. Внутрипузырная BCG-терапия в сочетании с химиотерапией по сравнению только с BCG-терапией. Вот данное клиническое исследование, в клинических исследованиях с использованием метамицина с электромотивным введением, о котором мы говорили раньше, препаратов, в комбинации с BCG-терапией и только электромотивное введение химиотерапии продемонстрировали схожие результаты, то есть при электромотивном введении химиопрепаратов это вероятность развития рецидива практически такая же, что плюс внутрипузырная химиотерапия с BCG-терапией. Окончательных данных нет, на сегодняшний день проводятся также исследования таргетных препаратов, включая эрдофетини, по которой мы говорим очень много в лечении мышечно-метастатического рака мочевого пузыря. Эти уже таргетные препараты, иммунопрепараты проводятся исследования для лечения немышечно-инвазивного рака мочевого пузыря. Я думаю, что результат этих исследований мы увидим в ближайшие несколько лет. Спасибо за внимание. Вопрос. Если вам знакома такая методика, как химиорезекция мочевого пузыря, как вы к ней относитесь, видите ли вы перспективы в этой методике? Я слышал, но никогда не видел. Поэтому говорить про перспективы вещей, которые ты не видел, с большой трибуны я не могу. А может быть, автор вопроса скажет нам, если вы спросили, значит, вы, наверное, знаете больше нас? Я тут недавно узнал такую методику. Это ведение метамицины трехкратное в течение двух недель у пациентов с раком мочевого пузыря. Правда, там разные используются и низкий риск, и умеренный риск. И, в принципе, такие не очень плохие результаты были получены у этих пациентов. У кого-то произошел полный регресс, у кого-то частичный, у кого-то остались его опухоли. Но у пациентов, в определенной группе пациентов, например, соматически отягощенных, эта методика может, наверное, использоваться. Но я думаю, что нужно для этого еще ряд исследований. Большое спасибо за очень ценные свидетельские показания. Они, безусловно, будут учитываться в вынесении вердикта. Я хочу сказать, что отсутствие метамицина, а сейчас первые появляющиеся возможности, которым даже нам не хватит, на первое введение, чтобы уложить метамицин в рамки ОМС, даже на первое послеоперационное введение, безусловно, расширяет наши возможности для трехкратного его применения. Адвокат, присаживайтесь.